Взыскание имущества должника по алиментам. Многие недобросовестные плательщики алиментов не выполняют своих финансовых обязательств. Арест имущества, движимого и недвижимого, один из самых действенных способов исполнить судебное решение о погашении долгов по алиментам. Эти обременительные меры ограничивают владение, пользование и распоряжение собственностью. Любые виды сделок с ней попадают под запрет. Взыскание имущества должника по алиментам таким радикальным методом никогда не происходит без предупреждения и внезапно. Предварительно к должнику применяется ряд других обязательных процедур исполнительного производства, призванных взыскать текущие задолженности. К их числу относятся, устные беседы приставов с алиментщиком, письменные предупреждения с указанием срока погашения долга, наложения, ограничений на выезд за пределы страны, временный запрет на управление автомобилем. Важно, если алиментщик является заемщиком банка или другой кредитной организации, эта дополнительная финансовая нагрузка не освобождает его от обязательств по выплате алиментов и не предполагает льготных процентных ставок по погашению кредита. Взыскание алиментов регулируется с Семейным кодексом РФ. На какие виды имущества налагается арест? Перечень видов имущества, которые судебный пристав может арестовать, очень велик и разнообразен. В список арестованной собственности могут входить, желая недвижимость, дом и относящийся к нему земельный участок, квартира, комната, и прочее, при условии, что она не является единственно возможным вариантом для проживания должника и членов его семьи, Личный автомобиль, при условии, что он не используется как средство профессиональной деятельности или для перевозок инвалидов, при этом лицом с ограниченными возможностями может быть как сам должник, так и члены его семьи, предметы роскоши изделия из ценных мехов, драгоценных металлов и камней, ювелирные украшения, антикварные предметы искусства, книги, статуэтки, посуда. Бытовая техника, не обеспечивающая основные жизненные потребности, например, холодильник, газовая плита, денежные средства, наличные и банковские счеты, ценные бумаги, визит судебных приставов, порядок наложения ареста. Наложение ареста на имущество по алиментам происходит в соответствии с установленными правилами. Инициатором могут выступать как должностные лица, представляющие судебные органы власти, так и взыскатели средств. Последним для принятия мер принудительного взыскания в ходе судебного процесса необходимо составить заявление, ходатайство. Заявление на арест судом на имущество должника. Истец заполняет стандартный бланк заявления, образец которого предоставляется в суде. Обращение рассматривается в день подачи. Судья изучает дело и принимает решение либо об удовлетворении ходатайства, либо об отказе взыскивать денежные суммы путем наложения ареста. В первом случае при положительном решении оформляется исполнительный лист, копию которого ответчик должен получить по почте. В этом документе указываются следующие сведения. Сумма алиментной задолженности. Информирование об уголовной и административной ответственности. В случае отказа выполнять финансовые обязательства. Список возможных обеспечительных мер взыскания и прочих неимущественных споров. Обе стороны информируются о ходе дела. Важно, лицо, уклоняющееся от выплаты алиментов, имеет право в течение пяти дней с момента уведомления о начале судебного дела производства устранить. Задолженность, избежав обременений на имущество. Процедура ареста. Судебные приставы находят неплательщиков по месту жительства. Основанием для личного визита является официальная судебная бумага о взыскании долга. Должностными лицами составляется акт описи имущества. Документ оформляется вручную в соответствии со следующими требованиями. Указания ФИО всех присутствующих лиц. Перечень арестованного. Имущество с описанием характеристик и ссылкой на правоустанавливающие документы. Даты и подписи. Ограничения в пользовании тем или иным видом имущества обязательно сопровождаются указанием сроков. При изъятии должно быть письменное уведомление об ответственности должностного лица в случае неправомочной растраты и присвоения. Должник и взыскатель получают на руки копии составленного документа. Последний имеет законное право присутствовать лично при процедуре ареста. Составление акта описи. Какое имущество нельзя арестовывать. Согласно нормам УПК РФ стоимость забираемого приставами имущества не может. Превышать сумму долга по алиментам, к списку движимого и недвижимого имущества, не подлежащего аресту, как же относятся, квартира или жилой дом с земельным участком, являющиеся единственным местом проживания, оргтехника, автомобили и другие вещи, используемые как инструменты заработка, предметы, гардеробы и прочие средства, обеспечивающие жизнедеятельность. Все нормы предусмотрены в статье 446 ГПК РФ. Важно, нетрудоустроенные граждане, не имеющие постоянного дохода и живущие на пособие по безработице, не освобождаются от алиментных выплат. Реализация арестованного имущества. Оценка и реализация осуществляется на торгах расимущества. Эта процедура не выгодна ни одной из сторон. Как правило, цена продаваемого имущества существенно занижена. Все вырученные средства перечисляются из ЦУМ, своевременное выполнение финансовых обязательств, более предпочтительный вариант, заявление в суд о снятии ареста с имущества. После устранения задолженности по алиментным выплатам необходимо явиться к судебному приставу, занимающемуся исполнительным производством. Потребуется предоставление соответствующих документов, подтверждающих, что долг аннулирован. После необходимо написать заявление в суд с просьбой об освобождении от имеющихся ограничений. Соответствующий документ должен быть подан в течение 10 дней после вынесения судебного постановления об обременениях и до момента реализации арестованной собственности. Заявление о снятии ареста. Наследование долгов по алиментам. Арест наследства по алиментам – случай нечастый, но встречающийся в судебной практике. При рассмотрении дел, связанных с алиментами, некоторые судьи приравнивают задолженности к обязательствам, подлежащим обязательному исполнению, даже в случае смерти должника. Каждый случай индивидуален и требует консультации квалифицированного юриста. Вероятность получить положительный результат в пользу истца зависит от многих факторов. Существуют прецеденты, когда взыскателю удается доказать право на получение алиментов в наследственную массу. Важно помнить, что выплата алиментов в добровольном порядке избавляет плательщика от многих возможных проблем. Продолжение следует...